МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наши новости начинают свою работу в эфире. В студии Татьяна Голубева. Здравствуйте. С сегодняшнего дня в нескольких городах края завершается оттопительный сезон. Так, соответствующее распоряжение подписал глава Барнаула Сергей Дугин. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Напомним, решение отключить теплоносители принимается после того, как в течение пяти дней среднесуточная температура за окнами не опускается ниже 8 градусов тепла. Также с сегодняшнего дня батареи станут холодными в Рубцовске. Решение главой города Дмитрием Фельдманом было принято еще 8 мая. Неделю назад представители Рубцовского топливно-энергетического комплекса говорили, что обслуживать теплоносители в межсезонье дорого, но при этом отопление полностью не отключали. Отметим, в Бийске отопительный сезон завершили еще 27 апреля. Почти в то же время такое решение приняли власти Змейногорска. Бюджет Белокурихи прирастет на 30 миллионов рублей уже в этом году. Доходы вырастут за счет курортного сбора. Надеется руководство городом собирать деньги. 30 рублей за сутки пребывания с приезжающих начали с 1 мая. Как это происходит там в практике, что еще не отлажено и как нововведения восприняли гости Белокурихи, выяснял Илья Кочетков. Александр Малыгин приехал поправить здоровье целебными силами воздуха и минеральных фото Алтая из восточного Казахстана уже не в первый раз. Говорит, то, что к стоимости путевки теперь добавили курортный сбор, стало неожиданностью, но не проблемой. Я считаю, по уровню обслуживания этого курорта, это нормальная сумма. В течение 10 дней 300 рублей, это не слишком много с каждого человека. Гости санатория, с которыми мы пообщались в основном, сходятся во мнении. Лишние 300-400 рублей – это небольшая сумма на фоне обычной стоимости путевки. Впрочем, довольные нововведениям не все. Сколько раз я отдыхала, ну, в раз отдыхается, такого нет. Согласно федеральному закону о курортном сборе, вырученные средства должны пойти на строительство и содержание объектов общего пользования. Скверы, пешеходные зоны, элементы благоустройства и прочее. Как нам пояснил глава города Белокуриха Константин Базаров, до сих пор финансовое бремя лежало на частных инвесторах. Учитывая, что он не с 1 января, а с 1 мая, и учитывая, что первый год предусматривает не 50 рублей, а 30, мы планировали бы порядка 30 миллионов получить в местный бюджет. Соответственно, эта сумма у нас предварительно в бюджете и местном предусмотрена. О том, на какие объекты будут потрачены, вырученные от сбора средств, и когда определят список объектов, расскажем в вечернем выпуске. Илья Кчетков, Андрей Печоркин. Наши новости. А мы продолжим. 60 тысяч человек прошли в рядах бессмертного полка в Алтайском крае в минувший день победы. Самая масштабная река памяти была в Барнауле. Примечательно, что на портретах, которые несли горожане, стало больше женских лиц. Подробнее о праздновании 9 мая в сюжете Анастасии Дороган. Многокилометровая река памяти. Казалось, в этот день в строй бессмертного полка встала половина города. На плакатах среди воинов-мужчин все чаще встречаются лица прекрасного пола. Училась в Одесском медицинском институте. Началась война. Ускоренный выпуск через море перевозили в Ростов-на-Дону, чтобы получить диплом. На одном корабле студента, на другом профессура. Профессуру корабли разбомбили, никто не выжил. Они ускоренный выпуск. Их отправили зимой под Сталинград. Она в войну трудилась в тылу. Они добывали живицу на канифоль для производства оружия. 14 лет ей было. Главными зрителями акции были ветераны. Вытирая слезы, они приветствовали внуков и правнуков алтайских бойцов, надеясь увидеть на портретах своих сослуживцев. Мы же там немцев гнали, воевали. Вот это же наш именно праздник. Мы рады были. Разучила с внуком, ему 5 лет, младшему внуку, стихотворение о войне. Смотрела военный фильм вместе с ним о разведчиках. Нужно детей приобщать, рассказывать им. А молодежь в этот день завоевывала свою победу в рамках традиционного пробега. Испытать себя вышли 4000 человек. Подростки, мужчины, женщины, инвалиды, колясочники. Подробный сюжет о праздновании Дня Победы в крае смотрите в вечернем выпуске. Анастасия Дорога, Николай Шелко. Наши новости. Ювелир из Мексики вернет родным алтайского героя орден. А в Барнаул приедет известный каратист из Японии. О чем еще пишут корреспонденты на страницах изданий Сибирской медиагруппы в традиционном обзоре. Мексиканский ювелир вернет родным алтайского героя войны его орден. Историю, достойную экранизации, рассказывают журналисты московского комсомольца на Алтае. Эдуарда Круз ищет награды Второй мировой в ломбардах, на аукционах и рынках всего мира, чтобы вернуть их владельцам или родственникам героев. Орден Красной Звезды Михаила Адодина из Куринского района он выкупил в ломбарде Астаны. Упоминание о том, что мексиканец ищет солдата с Алтая на сайте бессмертного полка увидела региональный координатор и написала Эдуарда. Год внучатая племянница Елена Рожкова доказывает родство. И после окончания всех процедур орден направят в МИД в Москву и передадут ей лично. Долгая история поисков родных погибшего солдата на страницах МК на Алтае. В селе Бобровка Первомайского района утонул мальчик. Как пишет политсибру, брат и сестра играли на берегу реки. Спускаясь к воде, мальчик подскользнулся и упал. Врачам скорой помощи спасти ребенка не удалось. Следственное управление проводит расследование. Лучший каратист планеты выступит в Барнауле. Мосомицу Кудака из Японии станет специальным гостем 4-й Олимпиады боевых искусств и 9-го международного детско-юношеского фестиваля единоборств. Соревнования начнутся в Барнауле уже завтра и пройдут до 13 мая. Как пишут корреспонденты комсомольской правды на Алтае, ожидается почти 3,5 тысячи спортсменов из десятка стран. Евгения Даровская. Наши новости. У Рубцовска появился свой защитник. Рядом с автовокзалом накануне установили бетонную статую святого Ильи Муромца-Печорского. Образ выполнен по православному канону в монашеском одеянии с мечом воина. Идею создания благословил епископ Рубцовский и Олейский роман. Создатели скульптуры, мастера из Павловска, инициаторы появления Рубцовского защитника, Илья Муромец всегда считался защитником России и выступила семья предпринимателей Евдокименко. В период отопительного сезона нельзя забывать о состоянии вентиляции в многоквартирных домах, ведь от этого зависит не только микроклимат в квартире, но и наше здоровье. Обслуживание систем вентиляции, очистка дымоходов, печей и каминов, санитарная обработка мусоропроводов, поддерживать гигиену в жилых домах с компанией «Экосибирь» просто и выгодно. В завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компания «Эвалар». А какой глицин принимаете вы? Принимайте глицин «Форте Эвалар». Он отличается высоким содержанием глицина, усиленного витаминами для мозга. Качество гарантировано международным стандартом GMP. Глицин «Форте Эвалар». Почувствуйте разницу. На большей территории края ясно. Ветер северо-восточный умеренный. Около 10 градусов выше нуля ожидается в Алейске, Бийске, Зменогорске и Тальменке. 14 тепла в Белокурихе. В Барнауле днем до 10 тепла и без осадков. Полная картина дня в нашем вечернем выпуске. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин